МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Где правильно перейти дорогу к парку Бондина с улицы Первомайская и с улицы Красноармейская? Там нет пешеходных переходов. Отвечая на вопрос телезрителя, где правильно перейти к парку Бондина, дорогу улицы Горошникова, двигаясь по Первомайской, отвечаем следующим образом, что в этом месте газон, как видите, не предусмотрен до перехода. Проезжая часть по газонам в движении пешеходов все-таки, конечно, запрещена, поэтому попасть к парку Бондина можно только следующим образом. Это первоначально пересечь пешеходам дорогу улицы Первомайская по линии тротуаров. Четко идем, зная, что в прямолинейном движении водители транспортных средств имеют преимущество в движении. Потом, после того, как мы пересекли проезжую часть улицы Первомайская по тротуару, который расположен на улице Горошникова, вторым этапом мы переходим уже улицу Горошникова. Для этого будем использовать линию тротуаров улицы Первомайская. То есть, вот как я руками показываю, правая-левая граница, и мы переходим проезжую часть улицы Горошникова. Конечно, смотрим внимательно по сторонам. Этот водитель, конечно, должен был мне уступить дорогу. И вообще, на участках дорог, если отсутствуют пешеходные переходы, то пешеходы обязаны переходить проезжей части дорог на перекрестках по линии тротуаров или обочин. Адмистрация Ленинского района, вот этот тротуар, который является элементом дороги улицы Красноармейская, вот им нужно также воспользоваться для перехода проезжей части улицы Горошникова к входу парка Бондина. Единственное, учитывая, что вот эти вот водители, они все-таки движутся в прямолинейном направлении, они имеют преимущество относительно нас, пешеходов. А едущие по Красноармейске, поворачивающие на Горошникова, они выполняют требования очередности проезда. Кто съезжает с дороги вправо-влево, тот уступает дорогу пешеходам. В средствах массовой информации довольно-таки много разговоров по поводу бензинового кризиса в стране. По сути причина бензинового кризиса, одна из главных, это невозможность перехода перерабатывающих заводов на стандарт Евро-3, поскольку серьезные финансовые вложения необходимы и модернизация. Как таковой нефтепродукт, он есть. Нефтеперерабатывающие заводы свои объемы не снизили. Вся переработка, которая велась, ее не стали доводить уже до определенного стандарта, до которого не дотягивают, а просто все топливо продавалось в страны ближнего и дальнего зарубежья. Что мы имеем, вы видите сами, да, это повышение цен, это многие розничные независимые сети просто закрылись, потому что цена оптовая на сегодняшний день равняется практически розничной. Но поскольку на сегодняшний день правительство решило отложить переход на стандарт Евро-3, а это, я считаю, все-таки шаг назад, да, нам опять придется догонять Европу, которая уже на Евро-5 переходит. Бензиновый кризис, как таковой, идет на спад. То есть я не могу здесь сказать, что цены розничные будут падать, нефтеперерабатывающие заводы, производители бензина все равно будут модернизировать, да, свои мощности и будут довольно-таки серьезные деньги вкладывать. Нужно нам с вами быть готовым к тому, что свои затраты, они будут компенсировать на нас с вами, на конечных потребителей. В стандартный набор автомобилистов входят такие неотъемлемые вещи, как аптечка, буксировочный трос, огнетушитель и знак аварийной остановки. Это позволит иметь необходимую вещь под рукой, а не ожидать помощи от проезжающих мимо водителей. КОНЕЦ КОНЕЦ